У него одно из достижений, безусловно, знаковых, это по-другому не называется. Да, конечно, это и прописали, причем, я думаю... Отдельной строкой. Да, отдельной. Ну, это действительно такая вещь, о которой, наверное, стоит поговорить, я не знаю. Ну, рассказывайте. Все-таки у Артемия Сиденкова есть в рекорде победа над Конором Макгрегором, который сейчас является, как сказать, временный, наверное, временный чемпион UFC, 66 килограмм. И такой, один из таких доминирующих и высокооплачиваемых спортсменов вообще всего мира. Он проиграл двум людям, и один из них... Один, это Джозеф Даффи, это ирландский проспект, который сейчас будет драться с Десетом Парьеза в главном бою вечера. И вот второй, это обычный, да, парень из Литвы, Артемий Сиденков по никнейму «Литовец». Очень, конечно, своеобразно, что они выступали, я так понимаю, в 70 килограмм. Почему? Потому что Конор начинал свою карьеру в 70 килограмм. А сейчас я смотрю, что Артемий, да, выступает в 57. Сейчас был вход в одну ногу. И стоит отметить, конечно, безупречный рекорд. Это Ахметова, Кайрата. Да, 21-0. Я редко видел, да, ребят с таким рекордом. Вот 21-0, это, конечно, сильно. Чемпион мира по МОИ среди профессионалов по версии собственной, но имеется в виду Алаш Прайд. Чемпион Азии по той же версии, двукратный победитель в международных турнирах Бусиду FC, Англия и Казахстан. Ну и пятикратный чемпион в международных турнирах по ММА версии Алаш Прайд FC. Сейчас левый хорошо попал, Кайрат. Ну а там все-таки к Сетенкову можно относиться по-разному. Масамака по боевому самбо, Масамака по Панкратиону, чемпион мира по Панкратиону 2008 года. То есть достижение хватает, попытка накрутиться на ногу кувырком. Хорошая идея, но не Марцинхельд. Не подготовился. Тот, я помню, накручивался такими темпами. Совсем другая скорость, чтобы был Марцинхельд, надо было перемотать. Чтобы был Марцинхельд, надо быть Марцинхельдом. Попал. Да, с ударной техникой все плохо. В Артемии после пропущенных ударов смотрит вниз, пугается. Вообще в Литве не очень развиты, конечно, смешанные наборства. И редко мы видим с этой стороны какого-то... Приезжают хорошего уровня грэплеры, в принципе, хорошего уровня. Бывают. Но они к ММА абсолютно не адаптированы, как правило. Единственное, что я бы сказал, с литовской ММА, это Марио Заромскис. Это оппонент Андрея Корешкова и в UFC, по-моему, в Strikeforce проводил свои бои. Да. Больше, честно, за свою жизнь, да, сколько я в Сененоборске, я особо не помню литовских бойцов. Помню я поединок Николая Каушанского с литовским оппонентом на Эмвайн, который закончился издушением изи-кили от Каушанского. Помню, был чемпион Литвы, по-моему, он по грэплингу. Ну да, и, в принципе, приезжали литовцы, именно чемпионы Литвы, они хорошо выучены именно, во время абсолютно не выучены ударной техники в партере. Ну и нужно понимать, что Литва, в принципе, все-таки маленькая страна, 3 миллиона. И многие достойные спортсмены уехали с этой страны, когда Евросоюз вошла и выступает за другие сейчас. Со всеми правдами и неправдами стремится в партер Артемий, но он молодец в этом смысле, потому что... Очень тяжело дышит, почему-то Артемий много пропускает, конечно, с каждой пропущенной удар отнимает все-таки кардио. Ну, Кайрат правильно делает, не лезет к ним в партер и все хорошо. Что-то непонятно, он не может продолжать сейчас Артемий, и я не могу понять. Да нет, все может. Вы просто судья принудительный. Просто Ахметов такой сделал знак, как будто он выиграл этот поединок, скинул ручки. И сейчас нужно добить. Нет, нет, нет. Тут будет вариант Вериньерда. Только хотел, да, сказать. Такое, знаете, перевернутый. Ну, еще мне вспомнилось Эдуард Вартанянцев и Гейхандов. А, да, 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 да. Тоже такой момент. Прекрасный бой, кстати. Вот сейчас полотенца все-таки сохранили жизнь, здоровье литовским спортсменам. Пусть он запомнится победой над Конором Агрегором. Ну, конечно, поражением от Кайрата Ахметова Казаха. Ну, здесь, конечно, да. Ну, надо сказать, что очень легко и уверенно, и без особых, так сказать, не вспотев Кайрат Ахметов 22-ю победу оформляет в своем спасительном списке. Ну, да, другое дело, что когда в одном плане, ну, в своем промоушене, в одном выигрывании со столбойна, тебя ждут побед и в дальнейшем. Ну, и наказаны национальные казахские эмузные танцы и одежды. Такая ассоциация с воином казахским-то Патыр. Кстати, есть легенда о бойце Беспрайл, народном герое Казахстана, это у Наикпасова фамилия, который по преданию древних выступал против бойца бразильца и выиграл его там, каким-то запрещенным приемом чудитам. Алексей, вы откуда это все знаете? Я родился в Казахстане, есть стадион у Наикпасова, и в Астане, и в Алмаде, мне кажется. И это такая действительно легендарная личность для Казахстана, как богатырь, как для нас Иван Поддумный. Ну, это такая больше уже легенда. То есть, как оно было на самом деле, не помнят уже? Уже никто не помнит, уже писание. Ну, собственно, танцы закончились, и официальное решение в связи с отказом угла в продолжении поединка в выборщенном полотенце. Соответственно, 22-0, и Кайрат Ахметова здесь с очередной победой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова